Насколько реально внесли изменений в проектах? Будете ли это делать? И за какие средства? Наверное, имена хочет делать это бесплатно. Как ты обсуждался с этим? То, что он будет делать бесплатно, это вообще разговор. То есть он согласен? Нет, подождите, наоборот. Мы его сами согласны. Он говорит, хорошо, я это переделаю бесплатно. А вообще разговор нет. Если вам говорили, что что-то будет стоить, тогда уже нужно будет это оскорбить. То есть мы как обсуждали всем, да? Нет, вообще не было. Нет, мы просто вот эти замечания, собственно, о которых мы сейчас говорили, уже три месяца прошло, как сказать, озвучили. Была встреча 4 апреля администрации, старкировщиками с общественной палатой, с инициативной группой. Все эти замечания высказывались. И за эти три месяца не возникло какого-то решения, каким образом будут вноситься эти изменения, за какие деньги, в какие сроки. Вы можете прокомментировать? Я сказал проектировщик. Просто я не присутствовал, ни с проектировщиками не знал. Сказал, что ждет даже замечание. Мы спойлировали. А кто проектировщик? Это было в сентябре месяц? Нет, это было 4 апреля. В сентябре 17-го года. Мы обсуждали присущий вариант проекта, где были развлекательные моменты. Другой проект обсуждали. А конкретно вот этот проект мы обсуждали 4 апреля. Это было на базе общественного права. И присутствовала администрация. Присутствовала администрация. Присутствовала администрация. Администрация вызвали. Администрация. 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 Ну, во всяком случае, вот эти замечания проекта, они были озвучены, ну, практически, 3 месяца назад. И какая-то ясность возникла, какие будут относиться издевания? Ну, неважно. Не сказали, у нас осталось. Она же не спорилась. А с каких породов Чернохнирова осталось? Не в курсе? где-то, наверное, в апреле. Сразу нас прослушали, сразу пошел. Мне кажется, его так и поставили, послушать нас. Нет, поскольку на повышение пошел. Тем более. Слушайте, если на повышение, про какой-то трамплель. Конец апрель на трамплель. Ну, в общем, теми, которые в семнадцатом году, высказали все, это как-то внесли изменения. Теперь есть еще какие-то изменения получились, правильно? В семнадцатом году мы вообще забыли про этот проект. Они его взяли на самом деле. Вот сейчас администрация новая заключила новый договор с новым противовщиком. Противовщик сделал проект. Мы этот проект четвертого времени обсуждали. Вы что-то были замечания. Дальше что? Снимите, пожалуйста. Ну, здесь находится в новом участке. Наверное, вот эти, которые... Вот это у вас вообще есть замечания? Да. Ну, это совпадает. Это получается не официально. Да? Почему не официально? Почему не официально? А общественная палата официально? Нет. Ну, это протокол. Они висят же на сайте администрации, ради общественной палаты. Да. Мы уже послали еще в Министерство благоустройства, да? Да. Министерство благоустройства посылали мы, инициативная группа, вместе с депутатами посылали письма, обращения. Это вот, собственно, то же самое. А, это там? Здравствуйте. Да. Там глава решения. Ну, так все-таки как же с ответом-то на наш вопрос? Есть же вопросы. Нет, ну подождите, я думаю, что какие-то изменения проектировщик будет вносить по замечаниям общественной палаты и инициативной группы? Каким образом это будет сделано? Мы специально для этого вызвали вообще. То есть прошло три месяца. Сколько мы вызвали? Как мы это замечали? Если за эти три месяца ничего не случилось, да? День будет. Ну, какая-то работа должна была началась. И ответ на наши вопросы. Потому что ответы мы так не получили. Зачем мы пишем письма, три месяца нет ответа? Уже три. Он сорок пяти? Хайкер был. Еще минут сорок. Сколько? Минут сорок. У нас, в принципе, к администрации тоже достаточно вопросов скопилось. И по поводу... Ну, тогда давайте начнем собрание. Так, понимаешь, у нас вот дыра как разоглавы. И давайте начнем. Ну, мы уже будем сорок минут сидеть в своей настиле. А ему еще сорок минут придли? Да. Да. Пойдем предложить. Так, понимаете, это началось. Это просто, ну, пишет, сообразен на 8. И на всех остальных дно лучше. Ну, ничего не проделаешь. Не надо, что читать на все это. А, арестую ее. Ну, я сейчас не знаю, как еще раз наполнить. А ответа нет. Ну так все-таки администрация что-то будет делать или нет? В прошлый раз, когда мы собирались, услышал Алексеевич Петрубин. Сказал, что нет никаких проблем внести изменения в проект. И что проектировщики готовы делать это бесплатно. Я очень хорошо помню эту фразу. У нас уже три месяца прошло. Проектировщик что-то сделал. Есть какая-то возможность. Администрация контролирует этот ход работ проектировщика. Кто этим занимается администрацией? Есть конкретное лицо, которое отвечает за ведение вот этого проекта? Администрация? Администрация есть конкретное? Человек? Ну, не за голову, может быть, кто-то там. Ну, исполнить. С кем можно? Со кем можно общаться? Кто контрактирует с культурой общим? Кто курирует, который работает? Я, ты, культурка, это парк, это парк, это парк, это парк. То есть, подчасти, я, а что касается строительства, то это ты, Александр Андреевич. Надо бы устранить, что кто это делает? Ну, понятно. Я четвертый раз задаю вопрос. Были замечания, так сказано? Насколько администрация работает с производщиком по устранению этих замечаний? Будут ли они исправляться? Что внесено в проект? Кто сейчас занимается этой работой, экспортировщиком? Я не знаю, что ответы изменить. Мы специально вызвали, они смогут только сейчас. Понятно. То есть, мы тогда фиксируем, да, что за эти три месяца никакой работы экспортировщика не было. Я так понимаю. Можете, конечно, зафиксировали то, что происходит. Вы официально экспортировщиков не отправляли. То есть, это ваша первая встреча, да? Первая встреча. Да, все. И так сказать, да. Никто за три месяца не создал. Да, что я говорю. Ну, до меня можно... Ну, до вас и товарищ Чернов, который ушел. То, что были вопросы, мы отправили к Хайкину. Я бы сказал, что на благоустройство. На все вопросы есть возражения замечательства. Ну, на ответ Хайкина мы отправили еще раз свой ответ, по замечаниям к ответу Хайкина. Ответ Хайкин писал мне сам, понятное дело, что это ответ. Наше письмо было спущено в администрацию Краснодарницкой, корректировщику. И они опять свое видение, проблему обрисовали. И, соответственно... Может, вы нас разведите? Потому что не все в курсе. Вы нахожу с собой. Говорите. Вы не понимаете. Значит, после того, как прошло вот это обсуждение в общественной палате, это было 4 апреля, напоминаю, инициативное место, инициативный групп в городе Краснодарском написали письмо в Министерство благоустройства, куда, собственно, направлен наш проект, вот этот плесной, для получения денег на финансирование, на реализацию. Мы написали в Министерство. Вот те же самые замечания, которые вы сказали в рамках работы в общественной палате, и попросили Министерство благоустройства, ну, рассмотреть внимательно этот проект и все-таки, так сказать, учесть те замечания, которые дают жители. В ответ на все высказанные замечания мы получили ответ Министерства благоустройства с, так сказать, детальными, очень хороший ответ с комментариями по каждому нашему вопросу. Соответственно, мы писали второе письмо от Министерства благоустройства уже со своими комментариями на ответ этого Министерства благоустройства, потому что, вот по моему убеждению, на самом деле ответ писали не чиновники и Министерства, а, как это обычно бывает, из Министерства у вас спустила администрацию, администрация включена корректировщиков, и они, так сказать, подготовили ответы. На их ответ мы написали еще одно обращение с возражениями, с комментариями по каждому пункту. Поэтому второго, так сказать, ответа на наше второе обращение, пока мы не получили, мы будем ждать. Во всяком случае, на тот ответ, который пришел нам от Хайкина, на каждый его пункт у нас есть соответствующие комментарии и соответствующие возражения. Мы можем, в принципе, так и перечиско заниматься очень долго, поэтому мы должны сесть и рабочей группой, о чем я сразу говорил, начинать конструктивную работу, не вдаваться в политику, там, высокие какие-то материи, а конкретно работать в проект. Но если я буду задавать конкретные вопросы вам по проекту или вашему коллегу, я уверен, что детали проекта уже не посвящены, поэтому нам нужно обязательно прокачировщик, с которым мы обсуждали все детали, да, и понимали, почему он нарисовал то или другое проект. То, что касается меня, я могу в клинике записывать, приготовить этот ответ. Если сейчас он не будет, то это будет в следующем и завтра. То, что касается ваших вот этих заражений, я считаю, что здесь все полностью описано. Знаете, не полностью. Это я говорю о себе. Да. На изучении этого проекта я не считаю. Это, конечно, не обсуждается, да. Совершенно верно. Но даже для изучения этого проекта. Прежде всего, как бы, принять такое-то решение для того, чтобы проект дальше двигаться. Понимаете? Сейчас будут две экспертизы, да. Ну, кроме вот нашей рабочей группы, да, есть государственные экспертизы. Да, совершенно верно. А она пойдет в благоустройство. Да? Как концепция. И все-таки пойдет в благоустройство. Вот это первый раз мы слышим. Нет. Я так думаю. Да. Министерство благоустройства ответило, что, соответственно, с техническим заданием, никакие дополнительные согласования не просмотрены. Кроме комитетов. Кроме комитета? Кроме комитета. Насколько. В – названии войны. Я говорю, вот, я строил память, да, в 17-м году, и я начинал сначала и до самого концепта. У меня был концепт, по-другому, с единацию. Потом я провел этот проект в Московной Гейстерапевке. Там 90 дней мы выжили, здесь не правят, здесь не правят, здесь не правят, здесь не правят, здесь не правят. И облажен, отвозил тратировщиков, по-моему, опять с ночью. В первой точке, туда-сюда это движение было. Потом выделили проект, его превратилось в правительство, он вылежал до следующего года, когда после этого выделили субсидию на строительство, выделили потом в соотношении, 5 процентов, это бюджет, и 95, это дали с московской области. Было это 80-ти дневном началось, потом выросло, ну, кстати, в статистике. Вот так было. Это всё правильно было. Вы рассказываете абсолютно правильные цели. А можно я, в большинстве, как с вами расскажу? Когда мы подавали свой проект по-прежнему Баку, там, я так понимаю, не было таких, ну, такого общественного резонанса. У вас, наверное, вы как-то всё это сделали, люди приняли, и вы подавали. И дальше уже пошла просто бюрократическая процедура. Здесь вопрос принципиальный. Чтобы выходить вот на все эти ступени согласования, мы должны свой согласованный между вами, администрацией и жителями, уже как-то вот более-менее согласованный проект подать. А дальше пускай вы работаете, разбирается. Да. Потому что, получается, вы отправляете проект, с которым общество не согласно, а потом уже, знаете, плетёт. А потом ещё и наверно. А потом ещё и наверно. Да. Министрация, получается, направила министерство благоустройства проект, который устраивает жителей. Поэтому... А потом... Слушай, напишите рекомендацию, что и любая экологическая экспертиза, ну, не экологическая, да, государственная экспертиза, она наличит рекомендации, которые, в принципе, должен будет совместить строительство. Всё, 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 всё. Ну, застройщик. Но дело в том, что эти рекомендации будут как рекомендации. Они идут к любому проекту. А проект будет принят в таком виде, который есть. И если сейчас администрация... Вот я вот как это вижу. Это дополнительные средства. Потому что проектировщик... Он сейчас скажет, мы сделали за свои деньги всё, что могли. Всё остальное... Администрация приняла... Да. Администрация приняла этот проект. К нам претензий никаких нет. Все претензии к администрации. У вас конфликт только с нами. Не было бы нас, Вы бы и так бы отдали этот проект и сказали... Фу, слава Богу. Да. Поэтому и... Получается... Начинаем с самого начала. То, что 26-го числа приняты люди... Вот где это? Восстановление администрации. Давайте вот... Кто сейчас... Члены рабочей группы. Сейчас здесь присутствуют. Из этих людей. Мы. 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 Вот. Вот галочки, да, поставим. Мы поставим. Вот. А почему монарного, например, нет? Мы листы... Да. Для чего мы делали листы? Дело в том, что... В установлении 6-го... Я, например, писала в комитет лесного хозяйства. Ну, да. В принципе, это предварительный комитет лесного хозяйства. Они сказали, они не занимаются составлением рабочей группы. Написали. Да. И все это на... На предосмотрение администрации. Рабочая группа, насколько я понимаю, тоже принимает участие в голосовании, да? То есть, плюсы и минусы будут зависеть от людей, которые с вами взаимодействуют. Вот вы по культуре, вы в каком-то году там делали этот проект, который в Люберецком районе, и у вас были совершенно другие законы. Сейчас законы, с одной стороны, уже сточились по поводу, кстати, коммуникации и предоставления, что администрация должна была предоставить... Ну, коммуникации... Да. На чем дело? Велоподоснован. Вот. И вовремя она не предоставлена. Скажем так, тут тоже нельзя проектировщикам приведить претензии по этому поводу, потому что они скажут, извините, а нам не предоставили, что у нас было письма, и мы делали как будто и нет никаких коммуникаций. А про закон у вас сейчас их, вернее строители, могут обязательно тут же скажут, почему вы располагаетесь... И мы даже скажем, не то что кто-то скажет, мы в первую очередь скажем, строительная площадка. Если вы открывали вот этот проект, там мойка машин, там десертки для этих вагончиков-досновителей. Где они будут? Да, они почему-то все единились. И для этого первое, что идет по вот этому проекту, это обустройство рабочей площадки. Сколько они будут для обустройства рабочей площадки? Никто не считал. Я думаю, что ни одного видят, да? Нет. Нет. То-то и дело, что вот этот вот центр, который там, вот эти вот, это вот и есть рабочая площадка. На месте это рабочие площадки, потом будут располагаться вот это и так далее. Но вырвут они дирелизы точно. Потому что это у них походит под обустройство рабочей площадкой. И спортивная площадка, и детская площадка. Вот, в том-то и дело. В самом центре. А там даже ситуационный план, он, мы с Натальей Викторовной прошли, он не там. Вот это вот, тут нет лужайки. Тут нет лужайки. Лужайка находится немножечко сбоку. Он ситуационный не подходит. По обустройству. Мы ходим, мы пешком уходим, как могли. Мы можем, конечно, с метром определиться. Вот раз уж мы это застрелим, и поработаем с проектировщиком. Вот самый главный вопрос, что администрация города не выдана исходная документация для проектирования. К исходной документации относятся инженерно-патологический план с коммуникацией. Вот сейчас он выдал проектировщику. Что-то изменилось за три месяца. Как это администрация? Это вопрос к администрации, которая вообще здесь не имеет никакого отношения. Исходная документация на проектирование выдаётся заказчику. Да. То, что он его должен был получить перед началом проектирования, это точно. Там во письма затребовано. Но ответ на них не получено. Там всё это есть в проекте. Они не могли просто начать. Администрация выдала некие совершенно устаревшие местную устаревшую геоподоснову 1986 года рождения. Отлично. Отлично. 2 года срок действия геоподосновы я запрашиваю в обор где официальный срок действия геоподосновы, она 86-го. Они работают ещё довоенные, понимаете, то есть... Не, ну можно и довоенные, можно и дореволюционные. Есть, есть нормативы 2 года срок действия геоподосновы. Я запрашиваю, кто в Георгии уже есть. Нужно было обновить Геоподоснову. За три месяца что-то сделано, администрация в этом направлении? Насчет Геоподосновы не сделано. Так, следующий вопрос. Следующая исходная документация, которую должна была выдать администрация, проектировщику, это технические условия на присоединение к электросетям. Выдано? Да. Выдано технические условия на присоединение к электросетям. А можно их посмотреть? Где этот документ? Если можно взглянуть на эти технологические условия, насколько я не выдала. А что я смешно? Нет, ничего не смешного, я просто с вами буду исправить там полигон, да, штамм его. Хотя он уже прошел экологическую экспертизу, уже строительный. Не знаю, вообще, прогоны мало. Мы не можем из-за этого дальше двигаться, да? Но это наша задача. А они двигались, понимаете, и прошли для экологической экспертизы. Я просто к тому, что сейчас проекты принимаются, и все. Мы не то, что не хотим, чтобы мы хотим, чтобы сделано как положено, но хотя бы с банным весом. Хотя бы, в принципе, это не так. Следующий вопрос к администрации, когда пока... Мне многое зависит от администрации. Смотрите, какая вещь. Если мы сейчас до 20 месяцев не подадим, то есть... Да, я знала, пролетарий. Еще на годик. Ну, согласитесь, что нужно делать. Проект сам просто можно подавать. А проекты нет. Даже никто не за... Никто... Вот, если, например, вот он, товарищ, да, этот приехал, вы ему сняли гостиницу на два дня. Он приехал, и за два дня, в принципе, можно описать эти деревья. Вот два человека приехали, вот мы с Натальей Викторовной прошли, мы сделали, по-моему, то есть больше за час, чем вот этот вот весь проект. Можно. У нас не такой огромный барный лес. Вот за два дня два человека пришли, все, и тем более сейчас такие средства коммуникации, все-таки сфотографировал, сделал это описание, посмотрел, где площадка, прям по телефону установил эти точки, которые тебе, ну, это реальные. Это реально, как это делать. Скажите, человек, на вопрос. Вы сами смотрели вообще? Проект. То есть, на том, на том, на том, и вот с вашей точки зрения, человек, который не занимался пока экспериментом, он занимался прямым баром. Как он, да, интересно? А как человекчик вперёд? У меня тоже есть вопросы. Во-первых, нужно его обслуживать после того, как сделаем, да, нужно ему обслуживать. В Люберцах нам вообще запретили, а чаще там 24 тысячи квадратных метров положить вперёд. Сказать тратам нельзя. Вы обратили внимание, что проектировщик делает резиновые дороги там, которые укладывают на щебёнку? Как же их чистить? Вот это я хотел ему задать вопрос. Так почему тогда администрация приняла такой проект? Нет. Да нет, администрация экологическая экспертиза ещё не прошла, да, насколько я поняла? А, они не делают эксперты? Вы за эти вопросы отвечаете, с вами вообще удобно говорить, даже не нужно отвечать ни на что. Вы с вами задали, с вами ответили. Наверняка у него есть ответ на этот вопрос, потому что, когда я задал вопрос нашим строителям, когда я говорю, окажут, что очистить узбек или нереальный, можно 50 узбеков, чтобы снег лежит, а он 50. Они говорят, что есть специальные руки, снегоположенные, снег, нет, снегоположенные, и, в общем, два человека. Один выбрасывает этот снег, и там остается этот, а второй с щёточкой идёт, тоже на руках его тащит, а он убирает что-то. Ну, это реально как-то еще? Да, да, да. Убирает? У меня ещё... Я тоже смеялся, вы не поверите! Нет. Я тоже так же... Я понимаю, администрация не принимает, такой проект должна была предусмотреть, направить проектировщик. Смотрите, вот эти роторы, они чистят идеальные дорожки, там, где дорожки ходят люди, например, прошли люди, бросили банки, допустим, вот прошли с остановки, по колено снега вокруг, вот это всё прочищено, дорожка, да, по которым ходят люди, бросили банки, вот этот роутер сразу полетит, потому что мы на себя участку, вот я живу в деревне, мы чистим этот снег, но надо смотреть, чтобы никакой камень не лежал на дороге, никакая палка не лежала на дороге. Чтобы это был чистый, непритоптанный снег, если по нему уже один человек прошёл, уже это такой ропор, ничего не уберёшь. Если у нас вот идёт дождик, а тут деревья, бывает обледенение, с деревьев будут падать ветки, этот товарищ придёт, он скажет, извините, я не буду чистить, потому что у меня вот палочка туда попадёт, сломается с меня, снижет, и всё. Там к другому, смотрите, как вот нужно подходить, там должны люди, которые должны там находиться 24 часа в сутки, и когда идёт снег, когда идёт снег, они сразу должны чистить, не дожидаясь утра, света, на свете. Нет, не будем, у нас не 24 часа в сутки. Корень, из Питера, послушайте, тут, извините, тут прозвучало, что вот сейчас мы обсуждаем вопрос, как чистить дорожки, когда нам, в принципе, надо понять, предложение, вот останется ли вот эта дорога, которая пересекает этот лес, про которую мы просили, что её убрать, она не нужна. Будет ли вот эта трасса, как мы говорили, она по всему периметру, помните, мы всё это всё обсуждали, вот этот проект, мы всё это говорили, что жили на дорожку брать, вот так вот, о чем мы говорили. Ну, сейчас, не менее, мы сейчас задаем вопрос, что администрация. Значит, мы обсудили, что администрация не выдала исходные документы для проектирования тех условий, и сейчас мы посмотрим, есть они или нет, тех условий. Дальше, администрация. Дороги-чистые, резиновые покрытики. Дальше, администрация должна продумать вопросы последующей эксплуатации, это вопрос не к проектировщику, вопросы последующей эксплуатации леса, это вопрос к администрации. И, соответственно, администрация должна была их продумать. Тоже, пока мы не понимаем, как будет обслуживаться лес, и до сих пор эти вопросы не продуманы. Дальше, к Михаилу Игоревичу вопрос. Вот очень интересный вопрос, который ни разу не поднимался. Значит, проектирование и проекта своей нереза, и проект благоустройства леса выполняется строго в границах земельного участка лесного фонда. Минуточку. Но входная группа, которая есть в проекте, она размещается за пределами этого проекта, она размещается вот здесь, в буферной зоне, вот здесь вот идет бульвар Зубова, да? Дальше должны быть обустроены подходы с бульвара Зубова, со стороны, да? То есть, помните, у нас там есть буферная зона, идет проезжая часть, потом идет газон, тротуар, потом посадки ивы, потом газон, опять же, только потом начинается лес. Люди ведь должны пройти из микрорайона через проезжую часть, через газон, через тротуар, через буферную зону и только так попасть в лес. А проект ограничивается вот этой частью. Вот этой частью тоже должны быть подходы сделаны благоустроенные. Она выпала из проекта. И вот тут администрация должна была продумать этот момент и выдавать ситуационный план и задание на проектирование именно по рабочему проекту, по рабочей проектной документации, на большую зону, имея в виду благоустраивать подходы. И точно так же с улицы Лермонтова должны быть входы в парк сделаны. Получается, здесь остается помойка абсолютная, а парк мы благоустраиваем. Вот это тоже вопрос к администрации, который никак не решен. Я просто раз послушал, да, и у меня есть некие выводы, да, и вот вопрос к администрации. А вы в курсе, кому земля вообще это была отдано приносно? Кому? Ну, говорите, кому. Кому? До Калинина? До Калинина. Так вот вопрос этот по содержанию. И, скажем так, целевые направленные деньги должны исходить откуда? До Калинина. Замечательно. Эти джекцию они должны закладывать у себя деньги на содержание. А до Калинина – это частная лавочка, что ли? Что частная лавочка? Подождите. Когда надо… Это автономную… Да. У них есть коммерческие деятели и все остальное прочее. Администрация, она не может влазить к ним в Калинину. Администрация за три года… Какая разница? Большая разница. Мы сейчас говорим по факту, мы сейчас говорим по факту. Если мы сейчас спросим директора до Калинина, она не скажет, что доберите свой планный лес. Нет, дальше что. А вот atte, это лес… Ну, что? Те вопросы, которые задают, до Калинина никакого отношения не имеет между прочим. Кто будет содержать? Вы только что задали вопрос. Кто будет содержать, я Вам говорю. Кто будет содержать? До Калинина будет содержать? Администрация не вправе вкладывать деньги. Заказчик ДК. Заказчик обустройства вот этого. Нет. А я не пропущу. Человек хочет все свалить на ДК. Нет. Я не хочу свалить все на ДК. А послушайте. Нет. Вы просто сейчас свалите все на администрацию. А как? А на того? Давайте вызовем директора ДК и послушаем его. ДК Ленина за три года от администрации должен был получить соответствующее финансирование на сегодняшнюю эксплуатацию леса. Давайте не путать капитальный ремонт и эксплуатацию. Три года этот лес в аренде у ДК Ленина. И за три года администрация, совет депутатов должны были продумать вопрос эксплуатации леса, сегодняшней эксплуатации леса до благоустройства. И выделить две копейки ДК Ленина для того, чтобы ДК Ленина завел в своем штате хотя бы одного дворника для сбора мусора в этом лесу. Об этом никто не задумался. И не надо тут на ДК Ленина это сваливать. Я, опять же, муниципальным учреждением руководил, я могу сказать, что бюджет своему муниципальным учреждениям на содержание той территории, которая ему присвоена, каким-либо образом, я сам закладываю себе бюджет. И если ДК Ленина понимает, что у них в бюджете есть эта территория, ее нужно обслуживать, соответственно, они себе должны бюджет это закладывать. Вот так вы хотите все свалить ДК Ленина. Вот я говорю, вы ищете козла отпущения. Нет. А потому что в любом случае с этим бюджетом они придут в администрацию. Администрация будет выходить на совет депутатов с этим бюджетом. Я не сваливаю сейчас, в любом случае мы в этой схеме и есть. Что мы можем от себя... Ну давайте напишем, что ДК Ленина должно... Виновата администрация. Виновата администрация. Нет, 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 нет. А мы сейчас давайте с администрацией и от инициативы группы напишем заявление, или, я не знаю, каким обращательной палатой, директору ДК Ленину, что она должна в бюджет заложить. Может, она не знает. Может, она не знает. А когда она подписывала документы... Неважно. Может, она уже не знает. Мы прекрасно знаем эту ситуацию. Мы прекрасно знаем, что ДК Ленина в лице своего директора не знает, как избавиться от этого леса, что они навязали в свое время этот лес. Еще при Овчиннике, при администрации. Что это не свойственная для них деятельность. Что специально пошли, ну, некому, не было передать возможности какой-то другой организации, передали военку ДК. Мы прекрасно все это знаем. Зачем этот вопрос поднимать? И им еще по проекту 2017 года сказали, вы будете мероприятия проводить на специальной площадке, оборудованной, вот по первому проекту 2017 года. Там должна быть с туалетами площадка для митингов. Сейчас мы не рассказывали. Это огромный вопрос. В рабочей группе отсутствует директор ДК, который планирует свои же какие-то мероприятия на эту ситуацию. Если она хочет что-то туда добавить на проведение каких-то своих мероприятий, то, о чем мы говорим, соответственно, у нее на великого день. У нас, естественно, юридический заказчик ДК. Ленина. Но мы все прекрасно понимаем, мы местные жители, прекрасно эту ситуацию все знаем. И мы работали, все знаем и предыдущую историю, и человека знаем, и предыдущую историю знаем. И мы все знаем, что этот лес был просто навязан ДК Ленина. Вы же тоже об этом знаете? Ну, не в том числе уже. Не в том числе уже. Не в том числе. Не в том числе. Но случилось уже случилось. Я могу сказать практика из Тушкинского района. Там все парки, они, скажем так, привязаны к организациям, муниципальным, социальным организациям. И это практикуется. Ради Бога. Ради Бога. Все сказали. Можете ли я сказать? Я вижу эту ситуацию. Когда начнется строительство и будет сделан парк, то это будет отдельная структура, юридическое лицо. Это будет муниципальное учреждение, столица бюджетная, в которой будет директор, обязательный бухгалтер, отдельная юридическая лица. В которой будет директор, бухгалтер, контрактный руководящий. Это супер минимум. Для обслуживания этого, 22 гектара, там минимум нужно 2 человека, которые будут постоять, там, здесь находиться. Это самый супер минимум. А когда планируется? Нет, в проекте ничего не предусмотрено. Как планируется? То есть только после реализации проекта, когда он будет сделан, он заботится, с удовольствием, с организацией. Муниципальным нет. Ну да, пока нечем. То есть как будет только организовываться? Скажите, а почему вот за три года, что ПАКС находится в Алиндии у Д.К. Ленина, не было возможности ввести в штат Д.К. Ну, самый, не знаю, дворник одного еще в штат Д.К. с заплатой в 15 тысяч рублей, чтобы этот один человек уже ходил в Беронус. Почему за три года этот вопрос не решился? Никак. А ПАКС не будет своих добавлять? Значит, директор Дома культуры не выходил с предложением добавить единицу штатную, которая будет обладать. То есть директор, да. Директор надо срочно приглашать в рабочую группу и послушать. У меня такое ощущение, что мы сейчас проводим с вами публичное слушание. Почему? По-моему, все это было оговорено и проговорено еще раньше. Да. И сейчас рабочая группа у нас собирается для того, чтобы принимать конкретные какие-то решения. Совершенно верно. Мы не можем. Мы ждем, да. Просто у нас не получается по факту того, ради чего мы собрались. Ну, пока нет, потому что у нас нет портировщика и конкретные вопросы. Мы пока задали вопросы нашей администрации, те вопросы, которые относятся к администрации, на которые не нужно отвечать. Да, да. У нас присутствует телевидение, да, средства массовой информации. И мы сейчас превращаем это в влага. Почему? Ну, потому что это так выглядит. Ну, а как же? Мы задаем вопросы, которые дала наш администрация администрации. Не знаю, причем здесь влага. Рабочая группа создана для осуждения проекта. Пока проекта нет, портировщика нет. Так, потому что не снимать все, что происходило до предприятия. Вы не обратились? Да. Вообще проект у нас есть? То, что с флешкой, да? Да. На бумаге есть, на бумаге. А у вас и проект есть какой-то? Просто это не столько тому, как у проекта у вас? Да. Нет, он не общий. Я просто знаю, что такое проект. Это там несколько коробок. Проект. Там озернение домов, свой проект, освещение, свой проект. Борюшки, представитель, свой проект. Нет, там не так. Тишина. Да. Ну, да. Ну, потому что, видите, как-то на тело просто, что мы сдаем, вы пока ответить не можете. Поэтому, что… Значит, ну, меня интересует конкретный вопрос-то сейчас. Если мы говорим об изменении состава рабочей группы, то давайте говорить по существу. Нет, здесь мы не обсуждаем проект. Нет, вот сейчас, пока мы не обсуждаем проект, да, мы вот… поступило предложение монаху Наталью Викторовну включить в состав рабочей группы. И, собственно, монаха и работы. И директор декористов. 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 Пока не создано. Да, да. Декористов. Это можно и в следующем году. Декористов. Да. Значит, ориняем, добавляем в еда. И монаха, вот это. Монаха добавим. Можно еще Конратиеву добавить. Ну, можно не добавлять, у меня нет никакого специального образования. Конечно, нужно было человека с юридическим образованием, со специальным образованием. Я просто… Видел много разных проектов интересных. Много писем из разных министерств получаю. Я хочу сказать то, что на счет Ваших вопросов, они, наверное, могут быть, имеют место быть. В принципе, если Вас интересует, то Вы правильно их задаете. Ну, есть такая тонкость, да. Когда я начинал делать парк, в 16-м году еще получается, мне тоже казалось, что о парках я знаю все. Как только погрузился в эту тему, вот на картинке это одно, а потом получается совсем не вопрос. Совершенно верно. Какая картинка вообще? Изменения могут, не могут. В процессе строительства изменения вносится обычно. Это бывало. Когда начинается строительство, да, и начинается подготовка к, ну, к примеру, к этим дорожкам, да, они как пластырки такие сразу вырастают. И люди приходили с соседних домами и предъявляли претензию, и люди приходят такую, ну, польскую сделают вроде. Ну, проект, если честно, на самом деле. Ну, что, у меня квартира из-за этого польсика два раза в цене удалена. Вы знаете, для того, чтобы такого не случилось, мы бы стали первыми помощниками администрации. Для того, чтобы такого не случилось, мы пришли, несколько членов председателя инициативных групп, пришли к Тимошкову сразу, как он стал исполняющим обязанностей. Мы предложили ему свою помощь в этом вопросе. Мы описали всю ситуацию с банным лесом. Мы рассказали об общественных слушаниях 17-го года. Рассказали о том, как мы видим эту проблему. Мы написали ему письмо с подробным написанием, в письменном виде к нему обратились. Потом мы пришли к нему на личный прием, все рассказали. А потом, когда выиграла конкурс определенной организации, проектировщик, мы опять обратились к Тимошкову с письмом с просьбой участвовать, ну, поговорить с проектировщиком, чтобы донести до него свои деньги. И проектировщикам, по большому счету, абсолютно безразлично, как провести дорожку вправо, влево, согласитесь. И вам точно так же. Вправо, влево, шире, ниже, глубже. Ему все равно полова. Ему главное получить деньги, выполнить свою работу, получить деньги. И если бы администрация пошла на контакт с нами, то мы стали бы первыми помощниками администрации. И я бы, и мои товарищи, и мои коллеги объясняли, почему тут 4 метра, почему тут 2 метра, почему тут 10 метров. Я по образованию инженера лесного хозяйства. И 30 лет я проработала в Москве. Моя последняя должность, я главный садовник города Москвы, департамента жилищно-коммунального хозяйства. И я бы нашла на все вопросы все объяснения. Если бы этот проект был сделан грамотно, если бы он был тонно оценным, если бы в его состав входили все графические материалы, которые должны входить в проект это устройство, я бы стала первым двигателем этого проекта. Понимаете, я и мои коллеги. А все сделано неграмотно, все сделано кое-как, все сделано бездарно. И поэтому опять возникла такая же ситуация. Она могла бы и не быть, если бы администрация пошла на контакт с нами. И мы бы полюбовно, по-деловому, по-тихому решили все вопросы. Я вас услышал. И мы предлагали инвентаризационный план банного леса. Это то же самое, то, что делают люди за деньги, но мы бы это делали с детьми, если бы на это было желание администрации. Мы и сейчас согласны работать с администрацией, согласны работать с проектировщиками, согласны выходить на место, показывать все детали, которые за столом не озвучиваются. Все детали. Мы готовы работать. Мы готовы к сотрудничеству. Мы живем в этом городе. Мы здесь родились. Здесь выросли наши дети, там внуки. И мы очень хотим, чтобы этот лес сохранился. Как лес. Чтобы он сохранился для последующих поколений. Для того, чтобы сохранить, его нужно благоустроить обязательно. Только это нужно сделать грамотно. И если, когда у нас наконец-то администрация дойдет эта простая вещь, то можно уже начать общаться с жителем. Вот тогда у нас этот процесс пойдет. И когда вы сделаете нас своими союзниками, да мы первые будем вытрясать деньги из Министерства благоустройства и из всех, так сказать, инстанций на реализацию этого проекта. Но пока, к сожалению, этого не случилось. И пока те документы, которые родились в результате, так сказать, проектирования, вот лично бы я на своей работе, я бы просто на порог не пустила. Никогда бы в жизни не заплатила за такую работу. Потому что в составе этого проекта, окончательный мой, так сказать, вердик по этому проекту, в нем нет ни рабочей, ни проектной документации, которую вы заказывали своим техническим заданием. Ни того, ни другого. Понимаете, что мы обсуждали бумагу? Понимаете? Работы вообще обсуждали. Мало того, по этой бумаге я на 100%... Я знаю, что вот то, что здесь на бумаге написано, мы не можем в своем уме только представить, как это будет на самом деле спровенцировать и вот 3D-картинку примерно представить. Понимаете? Кажданно. Потому что ваши проектировщики, они даже генпланы не сделали. Мы ничего по их картинкам... Вот по такой картинке... Ну, понятно. Я говорю вообще, по косармински проектировщики. Нет, вообще... Вот по такой картинке ничего представить невозможно. В составе проекта даже нет генплана. Вот для этого нужно иметь никакого образования, чтобы понимать. Вот стройте вы дом, космическую там ракету, я не знаю, там... Любое там сооружение. Ну, генплана даже нет. Ну, что можно вот по такой картинке без масштаба, без размера увидеть? А все их проекты состоят вот из такой картинки. Это абсурд в последней стадии. Просто. Ни одного размера нет нигде. Нет ни масштаба, ни размера, ни генплана, ни разбивочного чертежа. Ничего. Картинки перекачаны из интернета и вот такой вот двухтысячный. Ну, что по нему можно увидеть? Это раз. А потом... Почему именно эта компания, этот проект выиграл тендер, хотя там был гораздо дешевле, на 4,700, а вот этот вот 5,300. Дороже проект. Почему именно на этой компании из Тульской области остановились, где проектировщик там будет на линке дараться до нас? Да. Четыре часа. Пожалуйста, есть закон 44, по которому нам приходится работать. Понимаете, мы не можем выбирать сами. А у вас был конкурс или аукцион? Конкурс. Меньше сомов, а самая меньшая сома? Нет. Пять сома. Пять сома. Пять сома? Пять сома. Пять сома. А у кого? Четыре сома. Я не видел, конечно. Ну, нет. Жанна очень неудобная. Они далеко, видите, как они добираются. Конечно, было удобнее, чем выражено. Ну, согласитесь, ведь за два дня назначили тринадцать часов, да? Ну, шестого и все-таки только не забыли на стол. Здесь только в стрельни. я думаю что он должен оставить свой телефон можно с ним и переписываться это наверное нормально до момента как нашла строительную компанию там будет авторский надрок если захочет строительную компанию они будут вести до конца если строительная компания не захочет заключать авторский надзор именно с этим проектировщиком который по проекту они могут его ввести это базар кондратьев вот такой в экспертизе там возникло вопрос откуда вы взяли эту цену давайте с этими резиновыми дорожками просто напишем что обслуживание их нереально на этих резиновых даже по той причине что если девушка на электричку пойдет на каблуках они причем вот эту вот основную дорожку они тоже ее хотят которые люди идут на электричку они тоже хотят ее с таким же покрытием сделать как женщины пойдут на каблуках у нас сейчас ответим на все вопросы знаете у нас вопросы ему нужно туда поселить с палаткой пусть он живет я вообще считаю что это правильное решение а мы его не отпустим давайте его пока только дайте мне хорошо полномочный я его постелю у себя и буду его рисовать на тех, кто пока он не сделает не, не будет бесплатно будет я денег не беру нет, мы ему палатку обретим будет ванную ресурсу я вообще считаю что это правильное решение заодно как лес посмотрит потом давно не было давно не входи и мы приглашали экспертов из Москвы которые нашли несколько видов краснокнижных растений Самойлова и Морозова Морозова и Самойлова они ходили с нами по банному лесу и сказали что такие леса сохраняют лучи если у нас задача найти какие-нибудь ошибки да и да мы с открытым забралом эти ошибки озвучиваем уже три месяца мы же не скрываем их тогда нужно просто мотов моста кстати сказать что мы против этого парка нет, мы не против этого парка и не надо из нас делать монстров мы за благоустройство как монстр у каждого человека есть свое нефициальное оно субъективное но оно есть и даже вот вы очень хороший переговорщик нет вы на вопросы не отвечаете вы на вопросы не отвечаете что это хорошо вы вы говорили или за или против какая была задача дело в том что вы спрашиваете ситуацию не надо спрашивать это так и надо но не пройдет вы понимаете что этот лес не только для вас не только для вас делается конечно это и для детей делается и для детей делается а почему вы тогда против всех этих площадок все дороги мы не против мы как раз хотим выяснить мы начали это говорить три дорожки мы же вдоль трассы одна идет вдоль текущей железной дороги потом поворачивает идет вдоль шоссе потом поворачивает идет вдоль еще шоссе дороги они по ним прокладывают дороги это правильно бегать на лыжах вдоль шоссе ну там от шоссе извините метров двадцать предстояние если вы знакомы с генпланом а генпланом нет я видела генплан в этом пройти от любого шоссе чуть ли не на пятьсот метров идет грязнение и скажем 30 метров нормативное расстояние нет загрязнение идет видели 30 метров я когда увидел какое загрязнение идет от железной дороги и от шоссе по генеральному плану я все понял это не важно количество машин то что идет вдоль шоссе я уже понял сразу что никогда не будет жить рядом с шоссе или с железной дороги но это просто невозможно нет у нас три-четыре электрички проходят в девять это важно есть нормативы есть утвержденные для каждого элемента полустройства есть нормативы расстояния от дорог от коммуникаций есть нормативные расстояния и здесь это нормативное расстояние соблюдено это во-первых а во-вторых я вам хочу сказать что проектировщики выходя проектировать тот или иной элемент не должны пользоваться такими категориями я хочу здесь нарисовать площадку я или не хочу здесь нарисовать площадку проектировщик обязан сделать определенные социологические исследования он должен определить нагрузку рефлекционную на все дорожки определить какие они используются функциональные назначения и рассчитать на это тоже есть нормативы рассчитать площадки рассчитать потребность в той или иной площадке в том или ином виде отдыха и для того чтобы расположить спортивную площадку в центре леса что должен был сделать проектировщик он должен был обследовать прилегающую территорию посмотреть какие есть площадки рядом оценить насколько эта площадка будет использована сколько ее человек будет посещать какой именно вид отдыха недостаточен в городе почему он на вок-аут а может быть баскетбол а может быть волейбол а может быть еще что-то и вот только на основе таких исследований подрядчик должен был ввахивать сюда одно или другое но ведь это-то не сделано вот как был проект 17-го года который мы решили уже не обсуждать администрация как выдала подрядчику то же самое задание вот у меня картиночка вот 17-й год а вот 18-й год все то же самое и вот проектировщик все то же самое перерисовал ничего не поменялось вся та же самая структура сняли развлекательную структуру оставили все то же самое хотя обсуждаем и про дорогу и про площадку не просто так площадки делаются не из головы не хочу все убрали ну убрали а дороги все оставили площадку эту оставили да мы дороги знаете как сделают смысл при возвращении вот эту дорожек уже отошли от того что проектируем дороги должна быть так 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 заходит в лес там где на Туркене там должна быть дорога зачем сюда проектируем за 5 700 делаем это 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 паркоз правил европейский да а почему это делается потому что прокладывается дорога ну как если это не мы так и хотим то это дорога и люди потом сходят с нее и вот так то вы совершенно с вами согласны мы так об этом говорили да что нужно ставить дороги я считаю что сто процентов проектировщики сделают так как ну необходим то есть так а потом удивительно сейчас есть квадрокоптер вот подняли этот квадрокоптер вот так вот облетели он все вот если вы думаете что я буду проектировщика учить как его можно пройти нет мы не воспринимали потому что они сделали проект ведь ту работу которую делаем сейчас мы должна была проделать администрация принимая проект проект нужно было открыть посмотреть курировать работу организации на стадии подготовки проект согласитесь здесь специальные люди рабочие которые проверяют эти проекты и в архитектуре и в уже проверили администрация принимая проект должна была его проверить чтобы хотя бы внутри проекта наш город не назывался Красногорском или прочие какие-то вещи уж такие порядки правда ну что а он же принят оплачет поиск 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 что вдруг по существующим дорожкам мы будем делать какое-то резиновое покрытие а может они вообще передумали насчет резинового покрытия может они сказали нам сказали резиновое покрытие потому что Вася Пупкин там у него шин во ему некуда девать а у этого щебня выше крыши и нам сказали тут щебень будет дешевый а тут будут от шин от утилизации шин резиновое покрытие все это будет 5 копеек стоить вот и все на основании чего они придумали такие дорожки которых мы мы не нашли таких дорожек мы не нашли вообще в примере московской области таких дорожек которые идут внизу щебенка а сверху лединовое покрытие есть дорожки полоски щебенка там уложенная да чтобы в них проходило как парк а сверху не щебенка а вот как отсек да они такие беленькие красивенькие да есть такие дышащие дорожки есть дорожки из коры ну не коры деревьев щепа да из щепы они тоже там под основу кладется все это щепа и щепой вообще много что и спортивные площадки тоже щепой это мы нашли но чтобы такое чтобы и гравий и резина мы не нашли вот может быть это попросить или на да 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 объясня на самом деле делать какие то моменты которые потом невозможно обслужить смысл это очень важно ну а тогда вы можете ответить на вопрос почему администрация принимает проект с такими обслуживаниями это мое субъективное и не субъективное и все равно и все равно я знаю что прокировщики намного умнее то что касается меня вас вместе я поэтому мы сейчас и собираем для того что задать эти вопросы если мы не получим вы нашлись пока это все время нет они делают 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 ответственные за технические условия кто у нас вот этот из ЖКХ да Фёдор 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 Александрович если вы думаете что мы как-то настроены против партера против вашей линии или против лицов что это касается работы это не жаль но почему что вы меня не включили в работу мы это раз во вторых я вам уже рассказывала что это мы приходили к Тимошкову с Аркетом забрала все то же самое что я рассказываю сейчас я рассказывал уже ровно два года никаких секретов в этом нет с нами не захотели с Аркетом у меня есть официальное письмо с вот еще к Тимошкову извините не хотим мы вас слышать видеть поэтому все все может быть плохо разбирается в строительстве плохо разбирается не я не хорошо хорошее 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 а морозы 18 так 3 млн 112 тысяч рублей тендер закончен 24 06 хотят перекладывать асфальтовые дороги которые заложили в прошлом году они причем идеальные детства площадку выстраивали что там ничего не делали Михаил Лыгорьевич в другой части он отвечает за социальную культуру а вот Тимошков на инвайку не делал надо к нему сходить ой никто не за что не делал что он там за три сто собрался делать ну уже пятый час пошел ничего страшного а потом если мы решили человек все-таки есть и улыбиться я скажу на счет вывести или не обязательно мы уже представляем надо вывести все равно обязательно потому что у нас тогда не будет не будет это очень и я и это я